От Сахля ибн Са'ада, да будет доволен им Аллах, передано, что посланник Аллаха, алейиссаляту вассалям, сказал, «У каждой вещи есть своя вершина, и поистине вершина Корана – это сура Аль-Бакара. В дом того, кто будет читать её по ночам, шайтан не войдёт в течение трёх ночей». Сура Аль-Бакара является самой длинной сурой в священном Коране. В ней сообщается о достоинствах и главном предназначении Корана, делается призыв к исламу, рассказывается об основах ислама и содержится побуждение к соблюдению предписаний Корана. Самый священный аят Корана – аят аль-Курси – состоит в данной суре. Также два бесценных аята, неспосланные в ночь в Мюрадж, тоже состоят в суре Аль-Бакара. По мнению некоторых учёных, самый последний аят, неспосланный нашему пророку, алейиссаляту вассалям, тоже содержится в данной суре. «Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху. Тогда каждый человек сполна получит то, что приобрёл, и с ними не поступит несправедливо». Низведение суры Аль-Бакара началось сразу же после хиджра в Медину и продлилось около десяти лет. Мекканские суры и мединские очень отличаются по содержанию и стилю повествования. Несмотря на то, что все суры в Коране являются священной речью Всевышнего, посланник Аллаха, алейиссаляту вассалям, особенно хвалил суру Аль-Бакара. Говорит ли это о том, что некоторые части Корана являются более благословенными, чем остальные? Да, это так. Каждая сура является благословенной речью, и любая часть Корана является несравнимо благословеннее, чем любая другая речь созданных. «Речь Аллаха превосходнее нашей речи настолько, насколько Аллах превосходен над нами». Посланник Аллаха, салляллаху алейхиусалям, сказал, «В судный день Коран будет заступаться за тех, кто читал его. Читайте две яркие суры Аль-Бакара и Аль-Имран, так как в судный день они придут в виде двух облаков или двух теней, чтобы защитить тех, кто читал их. Читайте суру Аль-Бакара, так как продолжительное ее чтение становится причиной благодати, а отказ от ее чтения становится причиной разочарования. Наш пророк, алейхиусаляту ассалям, выделил из всего Корана эти две благословенные суры, и назвал их сияющими, и из этих двух сур он возвысил одну больше другой. Отказ от чтения Бакара является причиной разочарования и грусти, значит, если на вас напала грусть и разочарование, вам нужно читать суру Аль-Бакара. В суре Аль-Фатиха мы просим Аллаха вести нас прямым путем, и в следующей суре Всевышний Аллах нам рассказывает о тех, которые извлекут пользу от руководства Корана, о тех, кто лишится ее пользы, и о тех, кто только делает вид, что следует его руководству. Да сделает Аллах нас теми, кто читает эту суру, заучивает ее, размышляет о ней и действует согласно ей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова